Сверх того, в всех пещерах есть мироточивые главы неизвестных святых, коих числом 31, и одна источающая мира голень. Всех святых, открыто почивающих в Феодосиевой пещере с младенцем от Иродоубиенным, 33, находятся в затворах 13. Общая память собора всех преподобных, почивающих в дальних пещерах, совершается 28 августа. Также в дальних пещерах почивают мощи новопрославленных святителей Павла Тобольского, жившего в XVIII веке, память его совершается 4 ноября, Филарета Амфитеатрова, жившего в XIX веке, память его 21 декабря, священномученика Владимира Богоевленского, мученически пострадавшего от рук большевиков 25 января 1918 года. Таковы краткие сказания о святых отцах дальних пещер. Они поучительны для всякого. Святые отцы своей жизнью показали пример различных добродетелей. Так преподобный Лонгин прославился подвигом послушания при хранении врат, Игнатий – добрым пастырством и благоговейными священодействиями, Силуан – чистотою, Агафон и Григорий – постническую жизнью, Ипатий – служением болящим, Паисий и Меркурий – взаимную братскую любовью, Лаврентий и другие затворники – великим безмолвием, молчанием и молитвою, Моисей и Сысой – умешлением страстей плотских, Иларион, Захария и Кассиан – победуя над нечистыми духами, Памва и Лукиан – страданиями за Христа, Арсений и Пимен – трудолюбием, Леонтий и Геронтий – служением в должности клириков, Павел – послушанием, Феодор – гнязь Острожский – ревностью по вере, Омон – посещением святых мест, Мордарий – великим нестяжанием, Вениамин – богатый купец – нищелюбием, Иосиф – молитвою и упованием на Бога в болезни. Подобным образом и прочие святые отцы показали пример или смирение, или безропотного послушания, или поста, А все вместе – всегдашних молитв и благоугождение Богу. При всем таком разнообразии своих подвигов и благодатных дарований, святые отцы дальних пещер во многом сходны добродетелями с отцами ближних пещер. Так в тех и других есть хранители Врат – Никола и Лонгин, постники – Пимен, Захария и прочие, терпеливые в болезнях – Пимен и Иосиф, послушливые – Сергий и Павел, священномученики – Кукша и Лукиан, затворники-молчальники – Ануфрий, Феодор и Евфимий, чудотворцы – Григорий, Агафон и другие, целебники – Дамиан, Агапит, Ипатий и Панкратий, прогонители злых духов – Григорий-чудотворец, Иларион и прочие, делатели плача – Афанасий и Пафнутий, победители плотских страстей – Моисей Угрин, Иоанн Многострадальный и Сесой Схимник, так и прочие святые отцы обеих пещер имеют между собой духовное единение, ибо все они – духовные чадо и подражатели подвигов и жизни общих своих наставников и первоначальников, преподобных Антония и Феодосия Печерских. Святые мощи печерских отцов проявляют над приходящими к ним с верой многочудные и разнообразные действия Божией благодати. В пещерах, в общении со святыми, мы получаем различные дары милости Божией, можем обрести успокоение Духа нашего, возмущаемого различными искушениями, всевозможными житейскими бедствиями, страстями. Там готово для нас исцеление язв греховных, болезней многих. И кто не испытал духовной пользы при посещении святых угодников и призывании их? Кто не испытал благодатного просвещения ума от рады сердца, от прикосновения к их святым мощам? Много есть людей, которые, получив всяческие милости от Бога через Его святых печерских угодников, хранят об этом благодарственную память в своем сердце и прославляют их словом и делом в течение всей своей жизни. Благоговейное посещение святых угодников печерских переносит нас в иной, неземной мир, делает нас лучшими, освещает душу и тело и приводит в тесное духовное единение со святыми и самим Богом. Любой человек, спускающийся в святые пещеры, где почивают преподобные печерские отцы, выйдет оттуда преображенным, иногда сам не замечая этого. Молитвами святых угодников Твоих, Антония и Феодосия и прочих чудотворцев печерских, Господи Иисусе Христе Божий наш, помилуй и спаси нас. Аминь.